Надо учесть, что машина по своим характеристикам не имеет аналогов у нас в стране. Ее отличает высокая проходимость по бездорожью и спаханному полю. Устойчивая минимальная скорость дает возможность синхронно работать в технологическом цикле с различной сельскохозяйственной техникой. КАЗ-4540, легендарная колхида. В нашем случае это полноприводный вариант. Как только не обзывали эту машину, больше всего мне нравится. Грузин над пропастью, интересное название. Очень много названий и всяких историй, связанных с этой колхидой. Вы можете почитать в предыдущем ролике нашем в комментариях. Ссылку я оставлю вот здесь слева. Ну а в этой серии мы будем знакомиться, насколько же все-таки эта машина сложная. Насколько эта машина не любящая водителей. Все это мы узнаем. Своё мнение я вам обязательно выскажу. В этой серии мы начинаем оживление этой машины. Напомню вам, что она стояла около трех лет. Надеюсь, оживление будет не сложным. Искренне-искренне переживаю, но я думаю, что все должно бы у нас получиться. В любом случае машина крайне интересна. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте чайок. Видео обещает быть очень насыщенным и интересным. Вам приятного просмотра. Ну а мы приступаем. Начнем мы с поднятия кабины. Это такая не очень приятная процедура. В КамАЗе она делается гораздо легче. Вы можете просто вручную поднять кабину. Здесь же только гидравлика. Это первый минус этой машины. Минусов здесь очень много. И, к сожалению, с ними придется мириться. Так что идем за жидкостью и будем поднимать кабину. Вот здесь находится подъемник кабины у колхиды. У нас, к сожалению, жидкость вытекла. Сейчас дольем жидкости сюда обычного масла. МАЗовская конструкция. Ничего здесь сложного нет. И попробуем поднять кабину, чтобы посмотреть, что у нас там вообще происходит. Состояние внутри прям булочка. Стойки безопасности я здесь не нашел. Пока что, во всяком случае, я не вижу. Но вот если сделать вот так, то она прям перекуливается на ту сторону. И уже в эту сторону у нее нет центра тяжести. Поэтому, я думаю, вполне нормальный вариант. Зачем вот эти штуки? Мне, если честно, непонятно. Что за хрень, блин? Если кабина падает, чтобы уже уверенно задавила хозяина, да? Двигатель у нас восьмерка. Двигатель здесь заменен. Родной был, к сожалению, разморожен. И у нас стоит восьмерка. Возможно, даже это и лучше. Обычно КамАЗовский мотор, об этом я не раз говорил. Но постоянно все мне писали, что я ошибся, что здесь шестерка. Но именно у нас стоит восьмерка. Внешне мотор выглядит вполне красиво, признаюсь вам честно. То есть, аккуратненько все так. Ну, вроде. Пока что красиво. Сейчас наша задача проверить, вообще вращается он или нет. Тоже интересный очень, да, факт. Масло. Масло у нас вроде бы есть. Да, масло нащупил в норме. Масло аккуратненькое, красивое. Это масло заливная горловина. Так, что по насосу здесь? Пока что будем определять сейчас, заклинивший он или нет. Ну вот, глушилка не хочет нажиматься. Это уже плохой знак. Так, ну так здесь выглядит все это внутри. Там какие-то гнездо, видимо, мышиное. Топливные фильтры. Что вот это за бак? Я не знаю, неужели это какой-то... А, скорее всего, дополнительный какой-то. Да. Это, видите, система антифриза заправки, расширительного бака. Хомутики на проволоке, самодельный патрубок. В общем, будем разбираться сейчас. Но вот мне не нравится, что вроде заклинивший насос у нас. Придется разрабатывать его тоже. Друзья, реанимация советской техники – это не всегда спокойное дело. Зачастую ты очень сильно нервничаешь. В таких случаях проще все оставить, как есть, расслабиться. Я же отправляюсь домой и делаю что-нибудь спокойное. А самый лучший способ расслабиться – это заняться чем-нибудь, что отличет вас от всего. Поэтому я взял бесконечный фотоконструктор «Мазобрик». Для своей первой картины я выбрал вот эту фотографию моей жены. Зашел на сайт, воспользовался персональным кодом из коробки, посмотрел варианты сборки и получил инструкцию, которая, кстати, оказалась очень удобной. Классно, что инструкцию можно распечатать и взять ее с собой туда, где нет интернета. А если картинка надоест, вы можете разобрать и собрать любую другую. У меня конструктор размера «М» в бежевой палитре. В нем почти 11 тысяч мелких деталей отменного качества. Он, кстати, полностью производится в России и уже стал популярен не только в странах СНГ, но и в других 30 странах мира. Наборы универсальны, и в них есть все, что вам нужно. Инструкция по сборке, детали различных цветов и еще много дополнительных на случай потери. Два демонтажных ключа и даже 20 стикеров двухстороннего скотча для крепления картины. В оригинальном конструкторе 5 цветов. Я же выбрал «Мазобрик Колор». В нем их больше, благодаря чему картинка становится более детализованная. В комплекте идет сборная рамка-конструктор. Ее, кстати, можно докупить и к черно-белому. А самое крутое, что можно приобрести еще несколько наборов и объединить их в одну большую картину. Это отличный подарок семье и близким по любому поводу. Скоро Новый год, и я думаю, это отличная идея для вас. Подарок универсален. Получатель может выбрать любую фотографию и собрать. Если же вы решили собирать с родными и близкими, то вы просто очень хорошо проведете время, собирая этот конструктор. Кстати, конструктор можно поставить либо на стол, либо повесить на стену, ведь он станет прекрасным украшением любого интерьера. Специально для вас, друзья, по промокоду TRACK 20% скидка на любой конструктор «Мазобрик» на официальном сайте производителя. Поэтому проходите по ссылке в описании под этим видео, активируйте промокод в корзине и приобретайте. Праздник уже не за горами. Радуйте себя и близких. Как проверять топливный насос? Давайте покажу вам. Даете газ, так, и глушите. У вас должны упираться. То есть, если вы заглушили, но при этом даете газ, глушилка должна назад отходить. В нашем же случае, вот, газ даешь, и это никак не отражается на глушилке. Они между собой связаны. Если глушилка заглушена, то вы не сможете дать газу, не отодвинув глушилку. А в нашем случае я вообще не вижу. Мы просто вжимаем пружину. Рейка заклинившая. Насколько она сильно заклинила, сейчас будем вскрывать и смотреть. Еще хочу посмотреть, вращается ли двигатель. Это тоже немаловажный фактор, который будет влиять на успех всей этой операции. Он, по идее, должен вращаться за кардан, который идет на раздатку. Это еще необычная конструкция, которую я сейчас вам покажу. В колхиде, в нашем случае, как вы можете смотреть, на двигатель КПП нет. После сцепления кардан идет сразу на коробку переключения передач и раздатку, которая совмещена в один узел в этой машине. Вот здесь коробка и раздатка. Сейчас попробуем провернуть двигатель. Нам нужно попробовать вот за этот кардан. Все вращается. Это хорошая новость. Но здесь есть небольшая болтанка. Это не нравится мне. Снимаем верхнюю крышку. Сейчас будем разрабатывать, как всегда, плунжера. Процедура эта так себе. Друзья, всем привет. Юра, тебе нравится КАМАЗовский топливный насос? Как ты говоришь, процедура так себе, но она известная. Да. Этим она радует. Не, не радует. Это упрощает просто. Как дальнобой по Европе? Сила? Дальнобой? Не понимаю твоего вопроса, что значит сила. Там люди работают и все. Работают, зарабатывают. Фирма работает. Фирма зарабатывает, да? Да. Водитель работает. Как повезет. Вот что-то упало. Не страшная деталь. В общем, да, внутри здесь, друзья, он все аккуратненько, такой не закисшее. Как знаете, здесь в КАМАЗах бывает такое состояние ужасное, что просто страшно смотреть на это все. Ну, здесь нормально все. Ну, сейчас, как обычно, здесь потыкаем, попшикаем. Нам нужно вот эти рейки две, вот эту и вон ту, сдвинуть с места и, соответственно, начать как-то их заставить работать. Вот. Там закрывают внутри плонжера, потому что они стоят вот в сухом и закрывают. Это очень частая болезнь. В общем, берем отверточку и будем стучать вправо-влево, вправо-влево, вот сюда. Вот сюда. Но нужно это все делать очень деликатно, потому что бывает отламывается. Вот так делаете, стучите туда-сюда, туда-сюда, только очень-очень аккуратно нужно это делать, очень аккуратно. Я сейчас это делаю не совсем аккуратно, но... начала ходить потихоньку. Она должна ходить вообще легко прям, чуть ли не сама падать. Ну, сейчас разработаем. Она уже стала нормально, лучше значительно. Она должна рукой так чик-чик-чик-чик-чик. Потом покажу вам. Разработал я вот так, видите, вот легонько-легонько все это должно ходить. Потратил на это полчаса, не спеша, потихоньку. Как только вы вот разработали до такого состояния, проверните двигатель. Плонжера меняет свое положение и может меняться опять заклинившая часть. Поэтому провернули мотор чуть-чуть, еще раз посмотрели, убедились, что они не подклинили. Обычно они подклинивают, но уже легко разрабатываются. Вот. Я два раза поворачивал мотор и, в принципе, все по кругу, но все красиво. Так что собираем обратно. Вот такая втулочка снизу ставится там. После этого берете весь этот регулятор ваш и его туда вкидываете. Вот этим пальцем он должен заходить вот в этот проем и работать. Все. Так эта конструкция работает. Если вам нужно добавить топливо на КАМАЗовском насосе, просто вкручиваете вот этот болт вовнутрь, чтобы у вас больше регулятор втапливался. И все. Когда вы даете газа, вы вот регулятор туда втапливаете. Соответственно, чтобы больше топлива, просто вкручиваем болт. Вот как-то так эта система работает. Здесь еще вот такая стоит кочерга. Тоже интересной конструкции. Вот. С ней тоже веселуха всегда. Вставляем потом вот эту лапку. цепляем ее на пружину сначала. Обычно потом я собираю уже с крышкой. То есть вот эту лапку ставлю на крышку. Ну, сейчас попытаюсь вам показать. пружину одену. Все, она у нас в руках. Сейчас берем крышку. Ее на крышку. Она разной формы. Видите, тут тоньше, тут толще. Толстый книзу. Разодрал все штаны я свои об эту колхиду, блин. Вот так, смотрите. Сразу вставляем. Чик. Там, видите, скос такой есть. Вот этот вот. Обычно тяжело попасть. Поэтому здесь у нас все собрано. Сразу вставляем в крышку. Как нам надо. Вот так вот. Чик. Вот так. А потом крышку ставим, попадая на ту ось. И все. Она поднатянута, она сама там попадет. Как только у вас крышка закроется, значит, вы попали. Оп. И смотрите. Самое главное в конце движения это заглушили. А когда даете газ, у вас должно глушилка уходить обратно. Вот так это работать должно. Видите, то есть они должны упираться друг в друга. и обратно, например, если газ дан, то глушилка я обратно оттягиваю газульку. Надеюсь, понятно объяснил. Сейчас все соберу и по сути топливный насос у нас будет готов к прокачке топлива. Насколько здесь это будет работать, я не знаю. И есть ли там вообще топливо, сейчас будем разбираться. Собираю. ТНВД собран. В принципе, все готово здесь. Сейчас покажу вам, как устроено сцепление, тормоз. Пойдемте на ту сторону. Инженеры завода Кутаиси придумывали абсолютно новую систему и все для своей машины. Вот здесь вы можете наблюдать сцепление. Идет вот такой поворотный механизм. То есть сейчас сцепление выжать невозможно. Но когда опустим кабину, эта палка станет вертикально и начнется тягаться вот эта вот тяга. Когда она, точнее, она толкаться будет, да. Когда она толкается, она подает воздух вот на этот усилитель, который в свою очередь ну это распределитель, можно так сказать. Когда нажимаешь на сцепление, он подает воздух на камеру, камера тормозная срабатывает и выжимает сцепление. Я видел такую систему на МАЗе. В принципе, она мне нравится. Не знаю, как по поводу дергания вот она будет работать, но в принципе, мне нравится. Дальше. Тормозная система сделана по принципу упора. Видите, то есть, это у нас педаль тормоза. Когда поднимаете кабину, длина ее изменяется, вот настолько, видите. И здесь есть упор, то есть, кабину опустили, и вы давите сюда, и таким образом, вот здесь в упор упирается, и нажимается тормоз. То есть, тоже интересная система, не надо никакие удочки, просто упирается. Газ тросиком сделан, вот эта педаль газа, она у нас, зараза, подклинивает. То есть, ну, посмотрим, как она будет работать. Разработаем, чуть-чуть смажем, должна бы она функциклировать. Все, сейчас, вот здесь у нас идет трение, такое немножко неприятное, вижу, нехилое такое. И кулиса еще. Кулиса, вот у нас улавливатель, то есть, фактически, движение взад-перед у нас передается через палец, а смещение у нас передается за счет широкой вилки, вот этой вот. Вот так она смещается. Ну, я физически не смогу. вот там у нас улавливатель такой специальный. Как это работает, пока я не знаю, но вроде бы работает. Так что будем дальше продолжать реанимировать наш двигатель. Вот здесь я вижу, отсутствует кусок трубки у нас. Трубка, кстати, как раз-таки заборник. Сейчас будем разбираться еще с этой всей конструкцией. Начнем с бака. Дуется. Это хорошая новость. Система антивор. О, так там топливо есть. Семен Семенович. Теперь нету перчаток. Опять Галька заругает. Ой, Владик, а ты че, Владик, ты че без шапки? Мать заругать! Владик! Кстати, бак похож на Зиловский, но это не Зиловский нифига, он, короче, свой бак. Прокладываю новую трубку. Все-таки решил поменять, потому что та трубка не совсем красивая. Она внутри забита такой, знаете, черным налетом. Поставим новую. Вот, как всегда. Если шланг открытый, значит, там обязательно осиное гнездо. Сейчас его поменяем. И ДОДАС. Солярка старинная. Но закачалась. Вот, Юрис мне подарил грушу, блин, как я про нее забыл. Эй, балбес. Юрису, кстати, огромное спасибо за грушу. Вот такая солярочка текет из бака. Но то, что она текет, это хорошо. Попал себя закачивать, но, друзья, к сожалению, неудача. Не работает помпочка, вот эта основная. И начал смотреть клапан здесь, и оказалось, резьбы нет в самом корпусе даже этой помпы. поэтому нужно менять всю помпочку целиком. пришлось ставить грушу, только после этого помпочка наша начала качать. Заменим вот этот шланг и будем дальше смотреть, возможно, еще где-то появится утечка. О, все сработал клапан. Но я вижу утечку топлива, к сожалению. И еще где-то серьезная утечка. Дырка в колбе фильтров. Представляете, такую первый раз вижу. Чик, просто тупо дырка. Придется снимать, все-таки разбирать. Но ничего страшного, разбираем. снял я эту колбу дырявую. Не понимаю, только где она дырявая. Вот здесь, видимо. Она ржавая. Фильтр выглядит вот так. С него не снята вот эта штука даже. И беда в том, что у меня нету таких фильтров, по-моему. Здесь была воды половина колбы, поэтому она и прогнила, по сути. Сейчас сниму второй фильтрующий элемент и будем что-то думать. Второй фильтр в таком же печальном состоянии. Пойду положу у себя в закромах, может быть, что-то найду. Все, что я нашел, друзья, это вот такой фильтр. Он в хорошем состоянии. Он советский, старый, конечно, но я посмотрел, он в хорошем состоянии. Колба тоже вот такая найдена. Буду оставлять один фильтр пока что. Вот, потому что, ну, нету. Найти у нас тоже очень это проблематично, но со временем я закуплю несколько фильтров сразу. Первый стакан у нас будет в виде отстойника использован, а второй уже именно для тонкой очистки. Зажимаю фильтра, закачаем их топливо, а потом займемся клеммами. Нам нужно еще клемму. У нас отрублен провод основной, плюсовой, и, соответственно, его нужно восстановить. Сейчас закручу фильтры и займемся проводом. Я, если честно, думаю, в КамАЗовской системе если стоит один фильтр, то не факт, что он фильтруется, весь поток топлива, потому что, мне кажется, все-таки он будет через колбой убрать и гораздо проще будет. Не уверен. Пишите, если у вас есть опыт такой на одном фильтре. Все, систему закачал, все, клапан сработал, он отчетливо был слышен. Вот, ну и сейчас будем восстанавливать клемму. Вот здесь у нас был отрезан основной провод. Я взял болт, две шайбы, сжал его и обмотал все изолентой тщательно. Вот, и оставил ее как бы в воздухе здесь закрепил. Ну и туда провел уже в аккумуляторный ящик. Сейчас, в принципе, по сути, нам нужно сделать минусовую, еще минусовой провод и, в принципе, мы можем пытаться уже включать стартер. Вот, так что, сейчас займусь, продолжу аккумуляторами, нужно еще клеммки собрать все. Вот, и будем пробовать уже старт не за горами. Принес два аккумулятора, спонсор у нас сегодня КРАЗ. Вот, и сейчас будем делать минусовую клеммку, нам нужно сделать. Так, перемычка есть и, по сути, можно будет пробовать уже джикнуть стартером. Что с этого выйдет, пока не знаю, но, надеюсь на успех. Минусовую клемму живьем отломали. Вот, смотрите, только остался от нее кусочек. Вот, сейчас сюда прикрепим новую клеммку. Все будет четко. Выключатель массы у нас вот так. Вроде работает. Здесь, я так понимаю, заборник для гидравлики. Ну, вот, можете видеть, наверное, вот здесь крепился гидробак. Вот, идет туда, на насос. В общем, система здесь необычненькая, интересная. Будем разбираться. Прикрутил вот такой провод минусовой. Сейчас поставил перемычку и хочу попробовать тыкнуть на плюс. но он сегодня один, на клеммах никого нету. Это означает, лишь только два варианта. Либо у нас все отсутствует, либо нет замыкания. Ну, должно хотя бы чуть-чуть искрить. Стоп! Возможно, выключена масса. А? Все. Вот сейчас я вижу, что что-то работает. Пока что выключаем. Зажимаем перемычку и вот этот болт. доступ к стартеру у нас здесь достаточный. Нейтралку надо проверить. Вот это нейтралка. Ну, в любом случае, мы сейчас джикнем, попробуем. Пойду за штативом и будем пробовать пускать дым. Ну, у нас все готово для запуска. Масса включена. Давайте попробуем. Крутит вообще резво. Прям... Будет работать. ну первый запуск состоялся мотор работает мягко вообще мягко но обороты пока не развивает видимо еще везде воздух сейчас пока это все прокачает пробуем еще сейчас груши еще подкачаем пока давление масла у нас непонятно сипит где-то воздух уже очень сильно но мотор работает очень мягко сейчас попробуем его запустить и посмотрим может там будет видно давление внутри так соединила там два провода что-то начало здесь ожило бак начал показанную температуру и давление вроде не активируется но сейчас попробуем еще раз мотор запустим посмотрим есть тут что или нет так зарядки нету ну давление масла показывает уже хорошо видите кардан сильно вибрирует я думаю что такое клацает это поворот правый не выключается нифига почему-то ну в гитаре как всегда же у левый теперь то есть гитара работает у нас нужно какую-то середину найти похоже ну что у нас две хорошие новости мотор мы запустили работает он мне нравится в принципе мягко но чуть-чуть что-то подтраивать не знаю чем связано он еще нужно что поработал но чтобы он поработал нам нужно залить воду я думаю грушу уже эту вполне можно убирать будет он работать и без нее воду заливать будем уже завтра приедет дима нам поможет это сделать вот но на сегодня пока что все ну что новый день новое приключение с нашей колхиды вчера я так посмотрел еще поползал по ней это конечно машина очень серьезная в плане технологий примененных в производстве этой машины всякий таких ненужных вещей намудрили но сейчас наша задача залить воду заливать будем антифриз чтобы вы сразу не писали нам что почему нельзя антифризом будем заливать антифриз сколько войдет не знаю и надеюсь на то что все таки там все в порядке и утечек больших у нас не будет так пару у нас утечек сейчас заделаем самые простые потом вам покажу ну давайте покажу вам где у нас какие появились утечки поплыла вода из крана также здесь пришлось заменить вот шланг это по этой стороне по той стране чуть побольше проблем с этой стороны у нас поплыл вот здесь не было заглушки вот можете смотреть и достаточно большая проблема плывет где-то радиатор вот так он плывет верху здесь тоже вот идет утечка но это чисто патрубок виноват и вот по радиатору там нюансик не знаю честно где он то ли стык то ли что пока что мне непонятно но разберемся я думаю это в принципе неплохой результат для нашей катюши да катька ее называет советский дальнобойщик чуть-чуть только она описалась но я думаю нормально по радиатору конечно нюансик неприятный блин снимать его здесь очень тяжело будет но мы посмотрим дальше как он будет вести себя сейчас я убрал грушу и сделаю глушилку механическую чтобы мы могли глушить машину без воздуха опустим кабину и будем запускать на плотный Кабина сейчас отвалится. Медаль газа не отходит, к сожалению, но мы можем увеличить холостой ход благодаря этому. Но вибрация идет по двигателю, он подтраивает. Где-то либо форсунка не работает, либо надо смотреть, в чем причина. Поэтому разберемся. Так прикольно, звук уже в кабине. Такой классный. О, сцепление. Что, можем передачу включать, хочешь сказать? Даже можем поехать. Отойди. Приехали. Поскольку у нас задний мост обрезан, друзья, то мы ехать не можем, нужно включить как-то передний мост. Есть у меня какая-то кнопка, но воздуха нету. Нужно устранить утечку воздуха сначала, точно. Слушай, уже не так колотится мотор, может и прокатается. Уже не так пошла вибрация. Сцепление выжимается вообще легко, просто, ну вообще, видали? Вот он, тута-изи. Но гидра еще не работает. Да, там масла нету, по-моему, да. Вот так советская техника работает, друзья. Одну заводишь шморкой, вторую глушишь шморкой, вот так всегда. Но ничего страшного, главное не падать духом. Советская техника очень классная, но вот передачу выключить я не могу. Либо, почему он этот кардан вращается, не знаю постоянно. Либо от масла, либо надо разбираться с кулисой. Зарядки у нас тоже ни хрена нету. Ну, в общем, все как обычно. Сейчас самое необходимое сделаем, это гидроусилитель. Устраним вон ту утечку воздуха. И нужно сделать, чтобы запускалась машина, потому что я не могу ее запустить с кабины. Заменили вот этот шланг подачи воздуха. Также в салоне у нас тоже есть определенное продвижение. Самое главное, что у нас есть уже зарядка. На самом деле все нормально, здесь ничего лишнего не пришлось делать. Просто установил замок здесь и по сути запиталась у нас реле зарядки и зарядка пошла. Это хорошо. Еще у нас остались вот эти провода лишние, не знаю, пытаемся разобраться здесь, ничего особо не получается. Со временем мы это все подтянем. Установил аварийку. Она, кстати, работает. Вот. Но у нас работает температура, давление масла, бак тоже работает, зарядка работает. Воздух поднимается, только качает 6 атмосфер, к сожалению, не знаю. И не перекачивает соседних два ресивера. Нужно смотреть защитный клапан. Скорее всего ему кердык. Но я планирую сейчас туда выдэхи в него. Открутим трубку, зальем его в выдэх и закрутим. И опять накачаем воздух, попытаемся эту систему смазать. Из этих переключателей у нас работает только знак автопоезда. Все остальное пока что молчит. Будем потихоньку, помаленьку разбираться. И еще пару слов по системам. Значит, гидроусилитель у нас запустился, работает. Сцепление у нас работает. Воздух. Маленькая проблема. Зарядка есть. По воздуху здесь, естественно, будут проблемы. Потому что очень сложная здесь система воздушная. Потому что и ручник, пневмоклапана всякие. Еще пока нужно будет разбираться. Поэтому пытаемся смазать сейчас перепускной клапан. Вот он. Вот этот. У нас эти два ресивера полные, а те два пустые. Соответственно, так не должно быть. Как раз вот этот вот клапан за это отвечает. Сейчас мы вот здесь откручу в отдэхе, туда бабахнем. Попробуем, может он начнет работать. Ну и параллельно скинем полуоси. Попробуем. Сейчас еще пшикну ВД во впускной коллектор компрессора, чтобы он забирал воздух с ВД. Вот. И таким образом смажутся клапана. ВД попадет в всю систему. Ну, возможно, это чуть-чуть поможет нам. Четко. Немножко подымливает, но в целом нормально все. Сейчас будем снимать полуоси и смотреть, что же не то с полуосями. Так, решил разобрать я вот этот клапан. Посмотрим. Ну, может, туда ВДшечки нальем. Бляха, тут давление есть. Прилетит мне в лоб или нет? Опять ты думаешь. Конечно, да. Бляха, муха. Шутка. Разбираем, надеемся на успех. Ну что ж, клапан собрал обратно. И у меня такое странное чувство, что слабо у нас качает компрессор. И, по сути, не может создать давление. Возможно, там залипли клапана. Может быть, там почистим, все туда занырнем. Но чуть позже сейчас открутим полуось и убедимся, что у нас там с мостом произошло. Так что... Ёптать, не хай. Это было очень быстро. Ха-ха. Так, ну теперь надо попытаться... Вот болтик на 10, надо лишь два, вынуть ее оттуда. Целого хвоста. Трактор не дает... Не, не, ну-ка. Миллиметр, миллиметр. Так, с этой стороны полуось целое. Так, эта сторона, да? Пляшки нет. Сейчас у нас будет вердикт редуктор или полуось. Походу редуктор, Дима, полуось. Видал? Друзья, нам нужна полуось. Если вдруг у вас, у кого-то есть полуось, ну, мы будем благодарны. Однозначно, потому что найти такую деталь достаточно сложно. Нам нужна длинная, короткая у нас целая, а длинная как раз-таки очень сильно пострадала. Так что, если вдруг можете помочь, мы будем рады. Ну, колхи доживи, как говорится. Продолжаем работать. Вот так, друзья, вытекают слезы сломанного редуктора грузинского автопрома. Вместе со стружкой, кстати. Ужас! Как вот достать вторую половинку? Вот это еще будет у нас приключение. Сейчас будем пробовать. Да, кстати, друзья, вот я думаю, что все-таки причина это мощный КАМАЗовский мотор, во-первых. Во-вторых, когда смотрели эту машину до нас там два или три года назад, чуваки, они, в общем, видимо, пробовали стронуться, а была расторможена система тормозная, и они вот мощным КАМАЗовским мотором, успокоили полуось. Ну, может нам повезет и мы найдем такую, но будем надеяться и на вашу помощь. Если есть возможность, выручайте, нам нужна полуось. Друзья, полуоси вынули, а все равно там полуось осталось. Стой! Что за хрень? Наверное, нож и вывалилось, да? Алло, полуось, ты где? Штырь вышел, а кусок где-то остался. Ага, она, наверное, упала в чулок моста, Дима. В общем, мы занимаемся рыбалкой, друзья. Рыбалка называется «Найди в грузинской машине кусок железа». Мы когда-нибудь ловили так кусок железа? Херня это все, друзья. Надо снимать редуктор, ничего мы не выловим. Ты ж 20 лет полуоси вылавливал, сломанное. Это было очень давно. Ну что, братва, продолжаем реанимацию нашей колхиды. Сейчас нам нужно снять редуктор, чтобы вытащить вторую половину нашей полуоси. К сожалению, нужно это делать, другого варианта я не вижу. Все-таки решил так вынимать. Есть вариант сварки какой-то, но я ее даже не могу найти. Сейчас мы сольем масло и посмотрим, может быть, все-таки что-то мы увидим. Скручиваем самый нижний болт крепления редуктора через него и попробуем слить масло. Для того, чтобы снять редуктор, нам нужно будет открутить по периметру все болты. Открутить вот это крепление трубок от самого редуктора, его приподнять вверх. И открутить шланг на блокировку заднего моста. Вот здесь клапан управления блокировкой, видите, вот он. Вот так это выглядит, к сожалению. Милоки не может открутить. Это же ужас, как я руками откручу-то. А ну нафиг. Офигеть. Опа. Наверное пошел. Трен там. Слизались ранее. Блин, да что это такое? Просто капец какой-то. Блин. Все попытки бесполезны, будем использовать бенгальский огонь. наконец-то это ужас какой-то как они так закорили открутил все болты по кругу и принципе можем пытаться срывать его пошел хотел дима калхиду на дима калхиду хотел калхиду уже кстати клинит плоть на что там кусок плоть и нам не дает его и вынуть вот что возможно я думаю пока что дальше мы его не будем вынимать в этом нам смысла нету нам нужно достать оттуда все и теперь я вкусняшка здесь вы можете видеть муфту включение блокировки это привод этой муфты это здесь сама муфта она туда задвигает на шлицы внутреннюю обойму и блокируется мост также здесь есть вот направляющие такие две и внизу 2 они вставляются туда в отливку картера внутри этом все вычистил вытер тряпками нашел еще парочку буквально парочку маленьких кусочков вот основная масса их вылилась я думаю с маслом частично там но может быть их мелких сильно и не было вот ну по сути сейчас мы готовы к установке его обратно я сейчас попытаюсь это сделать один но сомневаюсь если честно вот и по прокладке я думаю мы его чуть-чуть туда приподнимем направим а потом просто возьмем по периметру герметиком намажем и все бы должно быть нормально все юбка отлично сейчас промазываем герметиком по периметру к видите чуть-чуть снизу у нас там будет проблемы мы попытаюсь а сейчас стекет масло еще допустим постоит чуть-чуть стекет масло и мы его помажем герметиком я думаю без проблем его ставим обратно здесь не очень удобно но потихоньку нанесу мне кажется будет все нормуль прокладка там заводская еще в двух местах она чуть-чуть прорвалась я думаю будет все норму герметик дирка поэтому я не переживаю он даже можно по маслу и мазать если где-то попадет чуть-чуть масло не абсолютно он не боится признаюсь вам честно болты мне по качеству не очень понравились потому что один даже залезался то есть ну вот прям берешь его такие грани знаете не совсем как вот советский болт берешь вот ну прям болтяра уверен в его качестве здесь почему-то я чуть-чуть сомневаюсь не знаю может эта придирка но пока что мне не совсем понравилось та же проблема с карданом непонятно почему образовалась в общем есть нюансы болт я наживил все болты зажал практически по всему периметру вышел герметик это хорошо огромная работа проделана для вас друзья это как бы вот две минутки но реально я понервничал понервничал пришлось повозиться продолжаем выбрался друзья из-под колхиды ударился коленом сильно вылазил я трактор знаете вот наша запчасти да вот так это все выломала ну нагрузка была очень серьезнейшая то есть ну сами видите да просто ужас я думаю пакистанцы восстановили бы эту полуось но нам придется все таки искать новую еще раз просьба друзья если вдруг у вас у кого то есть полуось детали редчайшие но у нас же аудитория огромная может быть где-то у вашего соседа стоит колхи да может там можно ночью где-то дербануть в общем буду признателен также огромное вам спасибо что нас поддерживаете на бусти благодаря вашей поддержке мы можем реализовывать интересное проект если вдруг вам интересна эта тема проходите в описании под этим видео будет ссылка на бусти обратите внимание на подписку фанат кастом трак по ней вы сможете получать информацию каждый день оперативную что у нас происходит и как у нас дела так что вот так ну мы продолжаем друзья кузовной ремонт затянулся наверно главное чтоб камаз не завелся да ну вообще ты не дернул сань так кузовной ремонт друзья производится вот здесь вытягивание лонжеронов сейчас стапель до стапель так следующий этап который нам обязательно нужно сделать это помыть нашу колхиду ну страшненькая она блин хочется ее отмыть пока что решил не заниматься колесами этим займемся в следующих сериях как раз погода располагает то есть у нас сырость такая которая расплавила вот эту вот знаете зелень многолетнюю и одновременно с этим солнышко которое ее и подсушит поэтому не теряем времени сейчас наносим химию отмоем ее и колхида приобретет новый внешний вид и ей станет дышать легче я думаю вы меня понимаете нанес пену задача у нас не стоит здесь прям все идеально отмыть но привести ее хотя бы немножко более красивый вид видите здесь такой большой налет вот это и вот мха вот этого вот пойду-ка я друзья наверно накинут плащ иначе я сейчас вымокну весь начну нервничать и опять придется ехать собирать конструктор ну вот отбил мотор с большего сильно не они старался химии у меня нету к сожалению для двигателей только обычная но в любом случае уже красиво отмыл цилиндр здесь кстати заметил как он неудобно стоит да если вы куда-то уперлись в резюку в пень может и отломать эту всю конструкцию вот сейчас продолжу отмывать кабину вот только именно давлением сбивается вся эта весь этот мох вот тоже пройду здесь кузов чтобы аккуратнее было в общем работаю 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 принимайте работу народ колхида получилось очень красиво отмыли от моха и и сразу приятнее машина стала аккуратненько и ровненько нигде не вмятины ничего то есть в целом я машиной доволен в следующих сериях мы займемся продолжением реанимации этой машины сейчас нам нужно полуось это очень важно также я заметил что на раздатке у нас отломан привод включения переднего моста поэтому к сожалению выезда не получилось у нас в этой серии но надеюсь что в следующий если мы найдем полуось мы обязательно этот выезд сделаем так что подписывайтесь на наш канал не забывайте поставить лайк вам я желаю только хороших людей на жизненном пути всех благ и всего самого-самого наилучшего всем пока